Был среди живших до нас один деспотичный царь, у которого был колдун. Составившись, он сказал царю, отправь ко мне юношу, чтобы я обучал его колдовству. И царь отправил к нему одного юношу на пути к колдуну. Юноше повстречался один монах. Послушав его, юноше это понравилось. И каждый раз, как юноше направлялся к колдуну, он задерживался у этого монаха. А когда приходил к колдуну, то убил его. На это юноша пожаловался монаху, на что тот сказал, «Если ты будешь бояться колдуна, говори ему, меня задержали дома». А дома, говори, меня задержал колдун. И вот однажды, идя по дороге, юноша столкнулся с огромным зверем, который не давал людям спокойно ходить там. И сказал, «Сегодня я узнаю, кто достойней, монах или колдун». И схватил камень и воскликнул, «О, Аллах, если дела монаха ты любишь больше дел колдуна, то убей этого зверя». И бросил камень зверя и убил его. Затем юноша пришел к монаху и рассказал ему об этом. И тогда сказал ему монах, «О, сынок, сегодня ты уже превзошел меня, ибо я вижу, чего ты достиг. Поистине тебя ждут испытания, но когда ты подвергнешься ими, не указывай на меня». И после этого юноша стал исцелять слепых и прокаженных, и от других недугов людей. О нем услышал один из приближенных царя, который был слепым. Он пришел к нему с многочисленными дарами и сказал, «Все это будет твоим, если ты исцелишь меня». В ответ юноша сказал, «Поистине я никого не исцеляю, исцеляет только Аллах. И если ты уверуешь в Него, я обращусь мольбой к Аллаху, и Он исцелит тебя». И он уверовал в Аллаха Всевышнего, и Аллах исцелил его. Потом он явился к царю, царь спросил его, «Кто вернул тебе зрение?» Он ответил, «Мой Господь». Царь спросил, «Разве у тебя еще есть Господь, кроме меня?» Он сказал, «Мой Господь, и твой Господь Аллах». Тогда царь велел схватить его, после чего подвергал мучениями до тех пор, пока он не указал на этого юношу. И его привели к царю, который сказал, «О, сынок, дошло до меня, что ты достиг в своем колдовстве таких высот, что можешь исцелять слепых и прокаженных». И многое другое, на что юноша ответил, «Поистине я никого не исцеляю, исцеляет только Всевышний Аллах». Тогда царь велел схватить его, после чего подвергал мучениями, пока он не указал на этого монаха. Затем к нему привели этого монаха, которому было предложено, «Отрекись от своей религии», но он отказался. Тогда царь приказал принести пилу и распилил его голову пополам. После этого к царю привели его приближенного, которому также было предложено, «Отрекись от своей религии», но он отказался. И тогда с ним поступили так же. После этого к царю привели юношу, и ему также было предложено, отрекись от своей религии, но он отказался. Тогда царь поддал его своим слугам и сказал, отведите его к такой-то горе и поднимитесь на самый верх. Если он отречет от своей религии, то отпустите его, а если нет, то сбросьте его вниз. Они отвели его туда, поднявшись на самый верх. Юноша воскликнул, о, Аллах, избавь меня от них, как пожелаешь. И тогда гора пришла в движение, и они сказали, катились вниз, и юноша снова пришел к царю, и царь спросил, а что делали те, кто был с тобой? Юноша ответил, Аллах избавил меня от них. Тогда царь отдал его другим слугам и сказал, отведите его к морю, посадите на корабль и отвезите на середину моря. Если он отречется от своей религии, то отпустите его, а если нет, то скиньте его в воду. Когда они были на середине моря, юноша сказал, о, Аллах, избавь меня от них, как пожелаешь. После чего корабль перевернулся, и слуги утонули. А юноша снова пришел к царю, царь спросил его, а где те, которые были с тобой? Юноша ответил, Всевышний Аллах избавил меня от них. И добавил, ты не сможешь убить меня, пока не соберешь людей на одной возвышенности и не привяжешь меня к пальме. Потом возьми стрелу из моего колчана, положи ее на середину лука и скажи с именем Аллаха, Господа этого юноши, и стреляй, и тогда ты сможешь убить меня. Царь собрал людей и сделал, как все ему велел юноша. И когда юноша умер, люди сказали, мы уверовали в Господа этого юноши. После этого к царю явился его приближенный, который сказал ему, что ты скажешь о том, чего остерегался. Клянемся Аллахом, с тобой случилось то, чего ты боялся. Ибо люди уверовали, и тогда царь велел вырать рву в городских ворот, так и сделали, и разрыгнув в них огонь. А потом царь сказал, бросайте туда каждого, кто не отречется от своей религии. Так слуги и делали. Пока к огню не подошла женщина со своим сыном, она остановилась перед огнем, не желая оказаться там. И тогда мальчик сказал ей, о, матушка, терпи его поистине, религия твоя истина.